Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Выборы как поле боя. Об этом говорили сегодня на встрече президента с руководителями избирательных органов стран СНГ. Избирательные системы у всех разные, однако методы противодействия властям и дискредитации избирательного процесса схожи. Для обмена опытом создан консультативный совет, председательство в котором сегодня перешло к Беларуси. У Совета нет задачи привести избирательные кампании в СНГ к единому знаменателю или подогнать их под стандарты ОБСЕ. В Содружестве независимых государств считают, что каждая страна вправе самостоятельно выбирать свой политический путь. Вот и в Беларуси главным принципом грядущих президентских выборов станет соответствие принятым не так давно законодательству, главным образом Конституции. А вот звать ли на выборы наблюдателей с той же ОБСЕ – большой вопрос. Анна Пыша о праве выбора. «Мы выбираем, нас выбирают» – пелось в одном известном фильме. Выборы – неотъемлемая часть политической жизни любой страны. Иногда они выливаются в большую перемену, а порой проходят тихо и едва заметно. Второй вариант более предпочтительный для действующей власти. Тем не менее, на заре становления суверенных государств на постсоветском пространстве создавались центры-избиркомы. И сами выборы стали куда более демократичными, чем в Советском Союзе. Я вспоминаю те времена, когда возглавляемые вами органы только создавались. Но, скажу откровенно, это и есть хороший, положительный продукт демократии и демократизации нашего общества в те времена. Мы долго спорили, надо нам избирательная комиссия, не надо. Изучали опыт других стран, где, к примеру, и Министерство внутренних дел может контролировать, организовывать и делать соответствующее заключение по выборам. Но, следуя демократическим путем, мы создали наши избирательные комиссии. И я должен сказать, что это один из тех случаев, когда мы не ошиблись. Но мы и тогда не могли подумать, что ваша деятельность, зона ответственности, та площадка, на которой вы в органах власти находитесь, станет таким полем боевых действий. Все течет, и избирательные кампании тоже меняются. Методы уличной борьбы за власть хорошо известны еще с середины 90-х. А вот виртуальный захват власти – веяние в духе времени. Вот и получается, что от выборов до выборов страны живут относительно спокойно. Наши оппоненты, как мы знаем, уже, наверное, во всех странах это прочувствовали и почувствовали. Этот электоральный период всегда пытаются использовать в собственных интересах. Если не получается спокойно, то где-то использовать известные революционные и нереволюционные мятежные методы, чтобы противодействовать действующей власти. Все мы были подвергнут таким испытаниям в Беларуси, в том числе и в 2020 году. Но мы всегда искренне и честно признавали, что не бывает так, что вот из-за границы на нас надавили, и мы начинаем или шататься, или у нас кто-то по улицам начинает болтаться. Значит, есть и внутренние какие-то причины. Мы эти причины знаем, мы их четко определили, сделали соответствующие выводы, извлекли уроки из тех событий, чтобы не повторилось это снова. Одни страны постсоветского пространства с богатым революционным опытом. Другие живут в состоянии перманентного недовольства властями, а кто-то, обжегшись на молоке, дует на воду. Беларусь после 2020-го пошла по пути законодательных преобразований и конституционного реформирования. Как результат, государственные институты стали крепче, а у избирателей появилась возможность участвовать в государственном строительстве посредством Всебелорусского народного собрания. Пусть это и не по стандартам ОБСЕ. Важно разрабатывать собственные стандарты. Главный стандарт, которому мы с вами всегда следуем, это не то, как нам навяжут какие-то принципы по понятиям со стороны ОБСЕ или еще каких-то организаций, а то, насколько будут соответствовать наши законы и подзаконные акты Конституции, и насколько выборы будут соответствовать тому законодательству, которое принято в наших странах. Это главное. У нас скоро будут президентские выборы. Мы исходим именно из этих принципов. Белорусский народ должен сам определить без всякого давления, кто будет возглавлять страну. В Беларуси приближается избирательная кампания. И вновь встает вопрос, представителей каких стран и организаций приглашать в качестве наблюдателей. Хотя, если это право выбора Центра избиркома, то странно его потом упрекать в том, что позвали не всех. Мы никогда не были против этого наблюдения. Что касается СНГ, ну так это вообще. Мы всегда за то, чтобы ваши представители и вы были у нас на выборах. После назначения направим приглашение всем вам, чтобы вы могли приехать и посмотреть на то, как проходят президентские выборы. Для нас это очень важно. Ваш вот такой дружеский совет, замечания или даже критика, они воспринимаются всерьез. Сегодня мы думаем, что делать с этими так называемыми иностранными наблюдателями. Потому что мы знаем, их приезд – это заготовленные документы, которые они потом огласят и подпишут. Я даже уже дошел до того, что в последние выборы я огласил то, что нашим спецслужбам стали известны эти протоколы и документы, с которыми они приехали. То есть, их не интересует этот процесс. Они уже заранее определили то, что они будут делать в нашей стране, и итоговое заявление. Поэтому мы думаем, будем с вами советоваться в том числе, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались тем мнением, с которым они приедут к нам. Но мы не можем допустить, чтобы они опять приехали с Талмудами своими и сделали соответствующее заявление, которое уже заготовлено, или которое написано не их рукой. Что главное на выборах, президент уверен – безопасность. Тогда и членам избирательных комиссий будет работаться спокойно, и волеизъявление будет свободным, и после подведения итогов люди не будут подвергаться гонениям за их выбор. Надо растолковывать, рассказывать людям, как мы будем жить после выборов. Молодежь является, и это не секрет, и основным уличным орудием цветных революций, поэтому особое внимание мы уделяем молодежи. Надо искать точки соприкосновения с молодыми избирателями. Для обмена опытом создан консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ. Азербайджан и Туркменистан к организации пока присматриваются и свои наработки держат при себе. Мне очень хотелось бы, чтобы мы и впредь сохранили вот такое деловое сотрудничество в предэлекторальные и электоральные периоды. Это, как у нас, говорят, дорогого стоит. Нам это ни в коем случае нельзя потерять. Постсоветское СНГ настолько большое, что выборы довольно часто проходят то тут, то там. Несмотря на схожесть моделей управления страной, не у всех, но у большинства, не везде процесс одинаковый. Да и вряд ли хоть где-то в мире найдется эталонная избирательная система. И нужна ли она? Ведь тогда как одним пытаться влиять на других? Некоторые организации, которые надели на себя корону и считают, что они главные оценщики избирательных компаний в ряде стран, не имеют подобных стандартов и не имеют такого анализа относительно законодательства тех стран, в которых они работают. И говорить сегодня о том, что они имеют право давать какие-то оценки, не приходится. Я даже по итогам республиканского референдума 1922 года делался доклад ОБСЕ. Нам пишут, что все наши реформы конституционные и демократичные. ЦИКу поставили в вину, что, оказывается, ЦИК не организовал работу по внесению альтернативных позиций относительно тех изменений, дополнений, которые вносились в Конституцию. То есть они даже не удосужились почитать наше законодательство и сообразить, что ЦИК этим не занимается. Это не наша полномочия, не наша функция. Но вместе с тем такие оценки даются. Поэтому я бы сказал так, что особенности национального законодательства будут сохраняться, но вместе с тем на просторах СНГ мы определенные демократические процедуры унифицировали. Системы, они все разные, но ключевой критерий – это доверие граждан. Я думаю, это то, к чему стремится каждая избирательная комиссия, каждая политическая система в сфере выборов. Председательство в консультативном совете избиркомов СНГ сегодня же переходит к Беларуси, которая сама вот-вот войдет в электоральную кампанию. И каким бы ни был этот новый опыт, получать других она точно не станет. Ведь если всю жизнь пытаться соответствовать чужим стандартам и чужим ожиданиям, можно, в конце концов, потерять себя. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. И сегодня же Александр Лукашенко встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Президент отметил, Беларусь с Донбассом сотрудничает давно. Это было и во времена, когда Донецкая область была в составе Украины. И в нынешний непростой период для региона. Это последние 10 лет. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать. Тут разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы будете сотрудничать, вы обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что с вашей областью и Донецкой Республикой. Мы деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, на отдых. Они очень довольны. Правда, меня тут в суд какой-то не затащили, что мы воруем, оказывается, у ваших детей. Но так я предложил и Украине, и американцам, пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного ворованного ребенка. Это не наши принципы, поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и наши нормы, наши взаимоотношения. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас, мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить. Слава Богу, противоречий практических нет. Мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые, в основе нашей дружбы и нашего сотрудничества является только мир. Денис Пушилин от имени жителей ДНР и себя лично поблагодарил Александра Лукашенко за помощь, в первую очередь гуманитарную. Отдых, оздоровление наших детей, которые достаточно регулярно имеют возможность проходить лечение, оздоровление на территории Республики Беларусь. На территории ДНР развязана грандиознейшая стройка. Конечно же, есть определенные потребности и в строительной технике, и, конечно, в большегрузной технике, которая производится в том числе на территории Республики Беларусь. И, конечно же, необходимая ремонтная база, потому что у нас белазы остались. Республика Беларусь в рамках сотрудничества, конечно же, готова и в ремонтно-техническом обеспечении оказать содействие. И это точка взаимовыгодного сотрудничества. Конечно же, это и коммунальная техника, и продукты, питание, производство Беларуси, конечно же, высокого качества. Уделят внимание и молодежному направлению. Уже прошло несколько форумов в Беларуси и России. Денис Пушилин отметил, что молодежи есть, что рассказать, особенно о псевдодемократии и ее ценностях, которые навязывались на Украине. Вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи, поставленные главнокомандующим по усилению охраны участков госграницы. Круглосуточно на боевом дежурстве десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы. Патрулируют территории, несут службу на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников. Военные обеспечены всем необходимым вооружением и техникой. Подразделения работают в тесном взаимодействии с пограничниками, сотрудниками внутренних дел, местной властью. Особое внимание борьбе с дронами. Бронетехника оборудована новейшими типами защиты. Подразделение сил специальных операций прибыло сюда в район выполнения задачи для планового усиления наших западных рубежей. Ежедневно мы проводим занятия по тактической маскировке, инженерному оборудованию окопов и слаживанию подразделений на местности. Местные жители уже работают с нами не первый год. При появлении новых элементов, при появлении новых людей, новой незнакомой техники сразу же сообщают. Мы чувствуем себя просто более защищенными. Мы видим, что здесь присутствуют военные. Значит, о нас заботятся, наше государство. Мы под защитой наших военных. Нам хочется как-то их поддержать немножко и даже ручкой помахать. Едут на машине, а мы им, ребятки, молодцы. Надежные парни, надежная армия. Я против не могу ничего сказать. Я думаю, что все остальные тоже меня поддерживают. Вот сколько мы просто между собой разговариваем, как женщины, как бабушки. Мы говорим, что молодцы, спасибо, что они есть. Личный состав постоянно информирует о военно-политической обстановке. На данный момент ситуация на границе остается контролируемой и прогнозируемой. Новое обострение на Ближнем Востоке. Израильская авиация нанесла удары по югу Ливана. В соцсетях публикуют кадры с последствиями атак из разных городов. Их около десятка. Израильские военные заявили, что бьют по объектам Хизбаллы. А перед этим в течение двух суток была массированная кибератака. Жертвами стали не менее 40 человек, тысячи раненые. По всему Ливану взрывались пейджеры, мобильные телефоны, ноутбуки, скутеры. Гремело в домах, офисах, магазинах электроники. В больнице люди поступали с оторванными руками, дырами в телах, без глаз. По данным западной прессы, производство устройств со взрывчаткой наладил Израиль. Для этого создал подставную кампанию. Взрывчатка самая современная. Ее не обнаружили даже при проверках в аэропорту. Среди жертв есть дети. Хизбалла пообещала жестко ответить за теракт. В Беларуси большой сельскохозяйственный сезон близится к финишу. Параллельно с уборочной идет задел на урожай 25-го. И наравне с работами по классической схеме в полях ставят эксперименты. Хозяйство Харшанского района вносит зерна безотвальным способом. Для местных угодий технология новая и уже перспективная. Экономия в топливе, а урожай обещает быть хорошим. Ирина Недобоева на благо продбезопасности. На двух полях по 20 гектаров идет закладка будущего урожая. Сеют азимую пшеницу. Сорт Амелия – отечественный суперэлита. Разница только в способе внесения семян. На одном работают по классике, а здесь безотвальным способом. Управляет мощной техникой опытный механизатор Евгений Федоров. В полях уже 15 лет. Загружается зерном, удобрением ФК, приводном. И вносится ФК в каждый родок. Экономия большая. Пахать не надо, культивировать не надо. Вносить удобрения не надо. Все идет за одну операцию. Уже идет за дел на будущий год. От этого зависит урожай будущего года и наша зарплата. Для хозяйства СтарТС технология новая. Потому подход взвешенный. Малыми шагами экспериментируют второй год. В прошлом так посеяли рапс. С гектара на отдельных участках взяли урожай на 20 центнеров больше. Продуктивный способ стали применять шире. Одна машина занимается всеми этапами посевной. Подготовка почв, внесение семян и удобрений. Только на топливе экономия вдвое. Погода способствует. Рапс развивается мощно. Всего хватает ему. Кимпрополка тоже проведена. Рядом другие эксперименты по продуктивности. Раньше сеяли импортные гибриды. Затем освоили технологии и взялись за отечественное. На 40 гектарах заложили три сорта новичка. Хоть семена внесли всего месяц назад. А зимый рапс уже хорошо пустил корни. Всходы хорошие. С лисеем классика. Там намного позже всходы. Плюс глубокорыхление в этой сеялке. На 25 сантиметров мы рыхлим позже. Плюс сейчас мы перешли на внесение различных микроудобрений. Это тоже дает свою прибавку и уровень урожая. И прозимовку. В 23-м фермерскому хозяйству в оперативное управление передали еще два сельхозпредприятия. Межева и Зубревичи Агра. Оба были в убытках и без хороших управленцев. 12 тысячам гектаров буквально дали вторую жизнь. Основная стратегия развития нашего хозяйства заключается в том, чтобы получить максимальный экономический результат от этих двух предприятий. Ну и от холдинга в целом. Было выбрано три направления. Это выращивание рапса, выращивание кукурузы на зерно и выращивание свеклы сахарной. Где выручка с каждого гектара максимальная. В Межево под кукурузой 2700 гектаров. Большая часть на зерно. До старта уборки максимум две недели. Глифосаты вносят дронами еще одна новация. После обработки влажность зерна снижается до 12,14%. На сушильном комплексе останется только очистить. Подход серьезный и урожай планируют получить рекордный. Подсушим. Меньше потери будут при уборке и на доработку. Меньше потратим энергоресурсов. Обеспечим кормами в этом году скот под полную потребность и даже с прицелом на будущий год. Я думаю, что в этом году урожай здесь будет 10 тонн с гектара. Что, наверное, по отношению к прошлому, будет в 5-7 раз выше по показателям. И это даст возможность нам что-то продать. Для того, чтобы, опять же, закупить гербициды, пестициды. Может что-то отложиться и на технику. В Зубревичах техника убирает сахарную свеклу. Впервые. Культура экономически выгодная. С 500 гектаров планируют получить выручку в миллион долларов. А уже в следующем году площади увеличат практически вдвое. Это возможность еще не только заработать денег, но еще и корма для животных. Жом, патока. Сейчас вот убрали практически все. Осталось где-то 20 гектаров. Урожайность примерно, вот сейчас посчитаем, где-то 450 центровых гектаров. Ну и у нас получится где-то 22 тысячи. Внимание к аграрному сектору и на местах, и на самом высоком уровне. Взять с каждого участка земли максимум, такую задачу ставит и глава государства. Потому контроль на каждом этапе. Хорошие урожаи ведь вопрос стратегического значения. Это продовольственная безопасность страны и возможность заработать на экспорте. Этим технологиям быть и в Оршанском районе в том числе. И тиражировать. Главное заработать необходимо деньги. Деньги от получения продукции растеневодства и деньги от молока и мяса. Поэтому подчиняем землю именно интересам общественного животного, готовим корма. Бизнес на земле нелегкий, но он любит тех людей, которые с душой к нему относятся. Аграрные планы здесь амбициозные. Максимум за год приведут в порядок все сельхозугодия и пустят все вооборот. К основным культурам добавят овощи, расширят линейку плодово-ягодной продукции. Задел большого фруктового сада уже есть. Яблони и груши разместились на 20 гектарах. Еще три отвели под плантации голубики. Ирина Недобоева, Владимир Недобоев. Наши новости, Витебская область. В этом году лето затянулось. А вместе с ним и проблемы, которые несет жаркая и сухая погода. Природных возгораний в этом сентябре в пять раз больше, чем год назад. Недавно пришлось тушить крупный лесной пожар на Полесье. Местность болотистая. К очагам можно было добраться только на спецтехнике. Пожарные работники лесничества справились, в том числе с помощью авиации. Работало два вертолета МЧС. Третий при необходимости был готов вылететь. Обстановка остается непростой, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям. Готовность авиации к реагированию обсудил сегодня с пилотами. И сообщил пугающие цифры за неполный сентябрь. Выполнили мы уже 48 часов налета. Сбросили более 600 тонн воды на очаги возгораний. При том, что некоторые пожары невозможно потушить без использования авиационной техники. Это Альманские болота знаменитые, это Полеський заповедник, где труднодоступная местность. И используется космический мониторинг, который работает в нашем республиканском центре управления РЦУ МЧС. И позволяет своевременно выявить эти факты, передать эту информацию в лесхозы. И в последующем оперативно прибыть к месту ликвидации. С начала сезона в стране более 3000 пожаров. Среди основных причин чаще это человеческий фактор. В лесах сборщики ягод и грибов оставляют за собой огненный след. А на приусадебных участках люди жгут траву. И нередко стихия выходит из-под контроля. Жуткий случай на Могилевщине, когда в костре на своем участке погибла пенсионерка. Территория безграничных возможностей для двух приграничных областей союзного государства. Гомель и Брянск выходят на новый уровень межрегионального сотрудничества. Лучшие с точки зрения вложения денег и технологий проекты, новые совместные предприятия, экспорты, глобальные вызовы обсудили участники третьего бизнес-форума. У гостей была возможность детально изучить экономический потенциал юго-восточного региона Беларуси. А местные предприятия смогли значительно расширить клиентскую базу. Максим Вечерков, когда интересы пересекаются. На этом частном предприятии производят гидроцилиндры, которые широко используются в машиностроении. Это незаменимые устройства для целого ряда специализированной техники. А тут еще и индивидуальный подход предлагают. По желанию клиента готовы на нестандартные решения. Отсюда и предметный интерес, в том числе у соседей. Гости из Брянска детально знакомятся с возможностями гомельской компании. Необходимо, конечно, выезд на заводы Брянской области, чтобы увидеть необходимую потребность. Потому что наша компания работает исключительно под заказ. То есть по чертежам клиента мы изготавливаем продукцию, согласовываем чертеж. И линейка у нас очень широкая. У нас во главе угла стоит, конечно, качество и минимальная возможная цена. Не только в цехах, но и под открытым небом свою продукцию представили десятки отечественных производителей. И, по сути, это последние достижения всей гомельской промышленности. Комбайны, жатки, лифты, новинки строительного комплекса и оборудования для сельского хозяйства. Возможность за короткое время изучить экономический потенциал региона. Сейчас мы показываем на выставке новую систему доения типа «Карусель». Она уже опробирована, работает в Гомельском районе. Показала себя замечательной и по производительности, и по надежности. Поэтому вот такую продукцию мы предлагаем для Брянска. Там сельское хозяйство в последнее время успешно развивается, и мы пытаемся этот рынок для себя не потерять. Два приграничных города тесно взаимодействуют на протяжении не одного десятка лет. Гомель – крупнейшая промышленная область Беларуси, а Брянск – важный игрок в России. У регионов уже есть совместные проекты. Мы успешно строим у соседей многоэтажные дома, а их сельмаш выпускает белорусско-российские комбайны. Но важно двигаться дальше, тем более, что возможности для этого есть. Проводим капитальные ремонты в большом объеме жилья. Строим жилье для социальных групп населения, для детей и сирот, переселяем из аварийного жилья. И меня заинтересовали ваши лифты. Нас устроила цена-качество. Мы с вами давно сотрудничаем. И искать лучшее что-то на стране мы посчитали нецелесообразным. Отличные колбасы, сыры. Как было и раньше, как говорится, как вкус детства сохранился, если говорить про меня. Также качество, знак качества белорусского для нас всегда остается важным и нужным. Деловая программа форума ориентирована на углубление межрегиональных контактов. В прошлом году гомельчане на выезде изучили Брянщину. Сегодня ответный визит. Несмотря на глобальные вызовы, экономика юго-восточного региона Беларуси демонстрирует устойчивость. Активно развиваются технологии. А в России тем временем на первый план выходят вопросы замещения импортных поставок. Самое время совместно противостоять новым реалиям. В нынешних условиях развития экономики хорошо, когда есть такой сосед. Беларусь, Гомельская область. Действительно надо учиться друг у друга, помогать друг другу всячески. И только так можно выжить. На территории Гомельской области находится пятая часть всей белорусской промышленности. Здесь добывают нефть, производят удобрения, выпускают металлопродукцию и целлюлозу. И это лишь малая часть больших возможностей региона. Для которого Брянск не только ближайший сосед, но и ключевой партнер. Мы раскрыли потенциалы, возможности Гомельской области. Пригласили бизнес Бранска. И вот в этой работе постараемся найти пути дальнейшего развития и кооперации, импортозамещения. Ну и самое главное, выстроить эту серьезную работу по всех направлениях. Это удобный формат, когда партнеры сидят за одним столом и предметно говорят о взаимовыгодном сотрудничестве. Сегодня в Брянскую область свою продукцию поставляют 185 гомельских предприятий. 200 импортируют товары брянских производителей. В общем товарообороте это почти тысяча позиций на сумму более 200 миллионов долларов. Увеличить потенциал территорий, расширить бизнес-контакты, нарастить торгово-экономический обмен. Планы не просто амбициозны. В условиях непростой геополитической ситуации и колоссального внешнего давления они стратегические. А точек для взаимодействия много. Достигнутые в Гомеле договоренности открывают новую страницу в истории двух близких областей. Максим Вичерков, Владимир Петенев, Наши новости, Гомель. Сферы общих интересов обсуждали и в Санкт-Петербурге. Там продолжил работу 4-й Евразийский женский форум. В этом году он собрал рекордное количество стран. Представительницы прекрасного пола провели деловые встречи и презентовали свои идеи для решения глобальных задач. О новых договоренностях и женском взгляде на проблемы мирового уровня Ангелина Дикун. Сегодня форум это работа тематических секций, двусторонние встречи, заседания женской двадцатки. Стартовали с самого утра сразу в нескольких залах Таврического дворца и продолжили до самого вечера. За работой женщин с неподдельным интересом наблюдали и мужчины. Ведь даже говоря о глобальном, женщины всегда учитывают все нюансы. И образы подобраны без кричащих оттенков. Здесь все настроены на мир и созидание. Выступления тоже лаконичные и структурированные. Держать слово помогает конкретный пример. Своя уникальная модель развития. В Беларуси мы счастливые люди. У нас все развито. Мы живем замечательно. У нас некоторые вопросы, которые сегодня озвучивают многие африканские страны, многие азиатские страны. Когда у них на повестке занятость, на повестке, скажем, безработица, на повестке просто борьба с бедностью. Мы живем в другой реалии. Благодаря тому, что больше 20 лет назад были написаны первые аграрные программы, благодаря которым у нас сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность развивались, благодаря этому мы имеем сегодня тот потенциал, и в том числе экспортное продовольствие, который позволяет нашей стране быть такой, как визитной карточкой продовольственной страны. Евразийский женский форум – авторитетная международная площадка, где на всех языках профессиональные управленцы, медики и даже покорительницы космоса говорят о самом ценном на все времена. Дай бог, женщины действительно выведут наше человечество к миру, и мирное небо будет у нас над головой, так как я видела его из космоса. Беларусь не только словом показывает свои намерения. На полях встречаются с коллегами из других стран и расширяют круг потенциальных партнеров. Наталья Качанова сегодня не только участвовала в работе секций, но и провела ряд двухсторонних встреч. Социально-гуманитарную и торгово-экономическую повестку обсудили с вице-президентом Уганды. Нашу страну знают. Политику, которая проводится в нашей стране, это миролюбивая политика. Это политика добрососедства по отношению ко всем странам. Это стремление помогать и поддерживать друг друга в отстаивании интересов, суверенитета и независимости каждой страны в мире. Президент нашей страны уже неоднократно говорит о том, как мы должны сегодня работать активно со всеми странами в мире, которые нацелены конструктивно сотрудничать с нашей страной. Ну а с африканским континентом, конечно, это те страны, с которыми мы должны сегодня сотрудничать очень тесно и эффективно. Участницы форума говорили и о продвижении интересов женщин на всех уровнях. На площадке удалось коснуться самых разных вопросов. От вовлечения женщин в развитие экономики до проблем насилия. Закрытых тем здесь не было, как и возможностей проявить себя. Евразийский женский форум проходит уже в четвертый раз. Завершится деловая повестка еще одним женским форумом БРИКС. Традиционным итогом форума станет резолюция. Ее направят международные организации. Женский взгляд на проблемы и вызовы современности может стать эффективным решением на глобальном уровне. Ангелина Дикун, Иван Боровой. Наши новости ОНТ. Санкт-Петербург. Заботы об окружающей среде. В преддверии Всемирного дня без автомобиля компания МТС запустила корпоративный челлендж ЭКОДВИШ МТС. Цель обратить внимание на проблему загрязнения воздуха и продвигать идею здорового образа жизни. На всю неделю участники марафона отказываются от автомобилей в пользу более экологичных способов передвижения. Каждый день новое задание. Прогуляться по парку, прокатиться на самокате, отправиться на пробежку или прогулку до начала рабочего дня, а также в обед и вечером. Всю активность сотрудники выкладывают в соцсети со специальными хэштегами «ЭКОДВИШ МТС» и «МТС просто спорт». ЭКОДВИШ МТС – это способ привлечь внимание нашего общества к проблеме влияния выбросов автотранспорта на качество атмосферного воздуха и на здоровье человека. В течение всей недели мы активно приглашаем наших сотрудников поддержать данную инициативу. И очень радует, что к нашим корпоративным активностям присоединились не только сотрудники, но и их родные и близкие. Это очень положительная инициатива. Мы ее всячески поддерживаем. Хочется этим стимулировать и своих друзей, коллег, окружающих, потому что наш город стал чуть-чуть экологичнее. Берите велосипед, какой есть, и катайте. Когда вы проедете по нашему прекрасному городу, у вас это войдет в привычку. День без автомобиля – далеко не первая экоактивность мобильного оператора. В этом году МТС выступил соорганизатором семейного забега. 40 сотрудников компании принимали участие в Минском полумарафоне. Ведется политика по сохранению и улучшению экологической обстановки. В МТС ежегодно мониторят воздействие на окружающую среду. Ведут контроль над разумным использованием природных ресурсов. Используемое телекоммуникационное оборудование после выработки отправляется на переработку. Корпоративно-социальная ответственность – часть пиар-стратегии компании. До конца года мобильный оператор реализует еще несколько эко-проектов. Получить финансовую господдержку могут ИП, малые и микроорганизации. Это может быть заем, лизинг имущества. Для этого надо принять участие в конкурсе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Заявки ждут до конца сентября. Детали на сайте Минэкономики. Дополнит новостную экономическую повестку Наталья Тарасюк. Ближе к делу. Я Наталья Тарасюк. Здравствуйте. Экономическая картина. Далее в деталях. 50 миллионов тонн. Настолько оказалась загружена белорусская железная дорога с начала года. Объем выше аналогичных результатов 23 на 5%. Он отражает развитие экономики и устойчивую работу наших предприятий, считают БелЖД. Специалисты вместе с грузоотправителями стараются работать так, чтобы торговые связи при экспортных поставках были устойчивыми. А на внешних рынках востребована строительная и лесная продукция, нефтехимия. В приоритете сейчас транспортировка груза в контейнерах. Их насчитывается миллион в 20-футовом эквиваленте. Это предварительная статистика за 8 месяцев. Тарифы за проезд по платным автодорогам меняются с 20 сентября. Напомню, платить нужно тем, кто за рулем машин с допустимой общей массой более 3,5 тонн на наших номерах, а также тем, кто не зарегистрирован в странах ЕС и передвигается на авто общей массой не более тех же 3,5 тонн. Конечная стоимость будет зависеть от числа осей. Вместе с тарифами за оплату проезда за километраж меняется и стоимость электронных виньеток. Чем больше срок действия, тем дороже. Важный момент. Те, кто купил виньетку до указанной даты, могут использовать ее и дальше. До окончания срока действия дополнительно платить не нужно. Приносят деньги Беларуси недра. В нашей земле около полусотни различных полезных ископаемых. Всего же насчитывается больше 14 тысяч месторождений. Значительные водные ресурсы. Как же оцениваются инвестиционные перспективы отдельных сфер экономики? В чем потенциал полезных ископаемых и природных ресурсов Беларуси, расскажет глава Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский. Мы готовимся к форуму, который придет завтра в Гомеле. И он посвящен такой теме, как инвестиции в природные ресурсы, в полезные ископаемые. Поэтому, если говорить с этой точки зрения, то инвестиционный потенциал Беларуси огромен. Более 780 проектов и предложений по разработке недр, природных ресурсов, сегодня размещены на инвестиционном портале, который ведет наше агентство. На форуме мы планируем рассказать про уникальное месторождение ультрапресной воды, которое есть в Вельском районе. Эта вода очень полезна для использования в лечебных целях. Аналогов таких проектов во всем СНГ не реализовывалось. И мы очень рассчитываем, что инвестор заинтересуется этим месторождением и создаст проект по розливу ультрапресной воды. В этом году у нас вступает в силу новое законодательство, совершенно новое об инвестициях, где добавилось очень много новых механизмов работы. И форум будет использован для того, чтобы те, кто применяет законодательство, поговорили с теми, кто его писал, для того, чтобы понять, как с ним работать. Нам кажется, что законы работают сами по себе, но на самом деле законы выполняют люди. И людям тоже нужно показывать, объяснять, разъяснять. Людей надо учить. Форум поможет это сделать. И благодаря этому уже в ближайшее время мы запустим первые проекты с использованием тех новых механизмов, которые в новом законе об инвестициях заложены. Спасибо вам большое за беседу. Важные новости для финансовых инвесторов. Обеспечить прозрачное обращение токенов, криптовалюты, предотвратить вывод похищенных с банковских счетов денег за счет обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках. В этом цель нового указа главы государства об обращении цифровых знаков, токенов. Физлицы, а в том числе индивидуальные предприниматели, резиденты ПВТ, не могут покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж. Указ вступил в силу. Есть на правовом портале, можно узнать все нюансы. А вот ответственность за нарушения нужно проработать правительству. Такими были новости экономики и бизнеса. Я, Наталья Тарасюк, желаю вам удачи в делах. Спасибо, что смотрите и до встречи. Большая премьера от ОНТ. Сегодня на больших экранах авантюрная комедия АЗС номер один, снятая нашим телеканалом. Это лента о белорусах и для белорусов. На экране тайная жизнь заправки. В картине много юмора и ярких персонажей. Фильм покажут 60 кинотеатров от столицы до небольших городов. Ну а премьера в отреставрированном кинотеатре Победа в Минске. Репортаж Алены Хельманович. Красная дорожка, актеры, яркие баннеры и шикарный интерьер кинотеатра. Для большой премьеры весь необходимый антураж. Ожидания от новой отечественной комедии от телеканала ОНТ большие, потому зрители начали собираться задолго до начала в предвкушении позитивного заряда. Надеюсь от души посмеяться на самом деле, потому что трейлер действительно захватывающий, интересный. Актеры все такие, ну, тоже очень интересные, такие занимательные личности. Никогда не думала, что такое снимется у нас в принципе в Беларуси. Очень интересные актеры, очень фактурные. Поэтому очень хочется увидеть их на экране и посмотреть, как это все получилось. И я знаю, что фильм должен получиться потрясающий, очень интересный. Поддержать проект пришло немало зрителей. Большой зал столичного кинотеатра Победа заполнен. Без лишней скромности это заслужено. Ведь над премьерой наш телеканал работал много и ответственно. 49 съемочных локаций для полного погружения в атмосферу, даже действующие АЗС. Операторы, художники, сценарист, режиссер все свои. Такие дни, как сегодня, особенно осознаешь, наверное, всю ценность того, чему было отдано столько сил, столько времени, столько энергии. Вместе с разработкой сценария, с предпродакшеном, с кастингом, да, с подвором локации, со всеми остальными моментами, поработа велась года два. И в результате яркая кинолента в основе сюжета – тайная жизнь белорусской заправки, которая переворачивается с ног на голову. В ролях и молодые белорусские актеры, и более 30 профессиональных и всем известных. Когда снимается комедия, очень много смешных моментов. Был смешной момент, когда я ползу к машине заправочным шлангом заправить. Руки у меня трясутся. Я вот ползу, чтобы заправить машину. И вдруг, кстати, а это действующая колонка. То есть никто там не перекрывал ее, все заезжали, заправлялись. И тут мужик рядышком паркуется. Видишь, что какой-то мужик в форме, притом заправщика, ползет со шлангом. Говорит, мужик, ты что делаешь? Я говорю, бензин тырю. Продукт наш, белорусский. Это легкая, задорная, веселая, искренняя, по своим эмоциям, по своему содержанию. Приятная для просмотра комедия. В фильме, конечно же, много юмора, веселые сюжетные повороты, интриги и даже немного ужаса. А еще нелепые ситуации, которые уж точно рассмешат. Тут провода окислились. Я сейчас подправлю и все. Не трогай. Кино для белорусов и с белорусами в главных ролях. Получилось ярко, интересно и, главное, смешно и для души. Два часа на одном дыхании. В прокате авантюрная комедия АЗС номер один всего две недели. Так что не упустите возможности посмотреть премьеру от телеканала ОНТ на больших экранах. Самое время отправиться в кинотеатры, заправляться позитивом. Алена Хилиманович, Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. О погоде узнаем у Дмитрия Рябова. Дмитрий, добрый вечер. Добрейшего. Поступ осени в ближайшие дни будет чуть ощутимее. Воздушные массы севера принесут более прохладный воздух. Понижение температуры будет плавным. К выходным температурный режим приблизится к своей климатической норме. Завтра, по данным Белогидромета, метеоусловия будут формировать южное периферие обширного погожего антициклона с центром над Скандинавским полуостровом. Он продолжит ограждать Беларусь от дождевых облаков. А солнечные лучи сохранять не по сезону высокие температуры. Итак, в пятницу небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, влажность до 70%. Ветер северо-восточный и северный умеренный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать. Утром температура от 8 градусов по юго-западу до 13 по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям немного прохладнее. Днем столбики термометров на отметках от 20 в Витебске до 24 в Гродно. К вечеру в диапазоне от 14 до 18 градусов. В субботу погоду продолжит определять область высокого атмосферного давления. Небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, четверти умеренный. Температура ночью от плюс 5 до 10 градусов. Максимально днем от 18 по северу до 25 по югу. В воскресенье севера Европы начнут поступать прохладные воздушные массы. Воздух посвежеет. Днем уже будет от 15 по северу до 23 по югу. При этом по-прежнему без дождей. Ветер северный, умеренный. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.